Когда мы говорим, и представители коалиции хвалят, что внесен проект в бюджет, это, конечно, очень прекрасно, но мы с действующим бюджетом не справляемся. У нас этот бюджетка этого года под большим вопросом. Он реально не выполняется, он грозит ему секвестор. Очень много моментов, которые конкретно по этому бюджету, не говоря еще на следующий год, мы еще тут не закрыли. Давайте посмотрим в другой момент, когда идет речь о том, есть голоса или нет голосов. Почти уже никто не скрывает, что там не голоса коалиции. Там просто, лишь бы просто хоть что-то нашкрепсти. И это не то, что ширко, это просто кто смог проголосовать, тот и молодец. Это совершенно ситуативное голосование. О чем это говорит? Скоро будет дома дистанционка голосовать. Что первое, первое, о чем это говорит? Что действующая власть не умеет совершенно договариваться. То есть они не договариваются по-хорошему. Они стращают своих оппонентов всяческими судебными разбирательствами, гонениями, информационными. Да только здесь, вот в этом вот зале конкретно сидят люди, которые не дадут соврать. То есть, что независимо от представителей какой фракции это идут, информационные войны друг против друга. Это касается Батькищины, оппозиционного блока, других совершенно, там, самопомощей, на которых выливаются ушатые грязи, постоянно живут от того, чтобы держать их вот на этом крючке. На этом крючке, чтобы они, так, ну, в зависимости от ситуации, помогли голосами, да? То есть, если не получается пряник, то реально кто-то. И этот кнут, он ничем хорошим не вернется. Где конкретно представители действующей коалиции собираются находить голоса? Не только под бюджет, не только под социалку. Ребята, у нас политический, все равно, аспект Минска зависает, который все равно рано или поздно станет. И нужно будет искать голоса. А тогда за поддержкой не к оппозиционному блоку побегут, а ли к другим. И чем же тогда все закончится, когда нужно будет идти голоса, то есть идти с протянутой рукой, а голосов нет, отвечает Тарас. По ситуации. Спасибо.